В этом году сезон бахчевых начался на две недели раньше. Арбузы появились не только на уличных лотках, но и на прилавках магазинов. Цена за килограмм сочной ягоды варьируется от 12 до 35 рублей. Сейчас на прилавках десятки сортов бахчевых из Средней Азии. Уже стали появляться краснодарские. Скоро придет время местных. Самарцы говорят, к первой пробе арбуза относятся с осторожностью и большинство предпочитает все-таки дождаться здешних ягод – августовских. У них вкус совсем другой, чем у первых ранних. Такой уже настоящий, насыщенный и, соответственно, вкусный. Я не хочу покупать арбузы, потому что они все на химии ГМО. Лучше подождать августа, когда они будут в нашем районе выращены. И можно быть уверенным, что они без каких-то добавок. Как обычно по старинке постучать, посмотреть со всех сторон, чтобы был ровненький, чтобы звон был. Я стараюсь покупать в магазине, потому что на улице все равно и улицы, и выхлопные газы, и так далее. Как-то магазинам больше доверяют. Ну и в случае чего можно в магазин как-то и пожаловаться. Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют покупать арбузы на ярмарках, в магазинах, в том числе и сетевых, а также на развалах. Эти места подвергаются регулярным проверкам, в том числе и лабораторным. Важно, чтобы документы о безопасности и качестве бахчевых были у продавцов в порядке. Поэтому, если есть сомнения в качестве продукта, можно взглянуть на бумаги продавца. Внимательным нужно быть и при выборе ягоды. Лучше всего брать невскрытые арбузы с целой корочкой. Но на ней обязательно должно быть желтое пятно и подсохший хвостик. Это говорит о зрелости продукта. Не следует покупать арбузы на разрез. Часто продавцы предлагают, надрезают их, зарезают, показать, какой они спелости. Это лишнее микробное обсеменение. При покупке арбуза важно помнить, у продавца должен быть сертификат соответствия и накладная, подтверждающая приобретение товара. В противном случае доподлинно неизвестно, где же вырос арбуз и какого он качества. Елена Малетина, Дмитрий Мешканцов, Григорий Плешаков. События.